Добрый день! 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 В России дела по национал-социалистическим преступлениям не расследовались как минимум 30, а может быть и более лет с момента распада Советского Союза. Я не припомню ни одного дела в России, которое было бы возбуждено в связи с преступлениями национал-социалистов в годы Второй мировой войны. Только в этом году началось возбуждение уголовных дел. И это очень контрастирует с тем, что мы видим в Германии, где расследование национал-социалистических преступлений никогда не прерывалось. Какой опыт, германский опыт, вы считаете приемлемым, возможным для использования в России именно в сфере преследования, расследования национал-социалистических преступлений? Уголовное преследование нацистских преступников имеет в Германии свою историю. Этот процесс должен был сначала получить развитие. После войны Германия имела возможность вести правовое преследование бывших нацистов. Многие бывшие члены нацистской партии Германии НСДАП и другие причастные к нацизму лица после войны заняли ключевые позиции на госслужбе, связанные с принятием важных решений. И, как часть общества, они принимали решения в том числе и по уголовному преследованию нацистских преступлений. Как вы знаете, в октябре 1943 года в Москве, а затем после войны в Лондоне, было достигнуто соглашение о так называемом освобождении немцев от нацизма. В ФРГ была проведена дезнацификация под контролем союзников. Этот процесс затронул более двух миллионов человек, в отношении которых была проведена проверка их возможного нацистского прошлого. Для этого было нужно самому дать необходимую информацию властям о своем прошлом. В этой системе было, конечно, множество ошибок. Ведь кто будет рассказывать о себе о самом страшные вещи? Это привело к тому, что наказанию подверглись лишь немногие. В середине 50-х годов в Германии полагали, что с прошлым покончено. А в мете с этим покончено и с введением уголовных расследований против нацистов. Людям хотелось смотреть в будущее. Приговоренные к смерти были выпущены на свободу союзниками и помилованы. Считалось, что все это подходит к завершению, когда в 1958 году бывший чиновник захотел вернуть себе свой пост в госучреждение и поэтому обратился в суд за помощью. Так как в процессе динацификации его ни в чем не обвинили. Об этом писали в газетах. И один из читателей опознал в нем бывшего командира одной из альзацкомандо, которая во время войны дислоцировалась на границе Восточной Пруссии и Литвы и участвовала там в геноциде тысяч евреев. Это ульмский процесс, я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Против членов этой команды, альзацкоманды Ульм, были выдвинуты обвинения, и они были приговорены к длительным срокам заключения. Это положило начало деятельности центрального ведомства, так как юстиция Германии по своей структуре до тех пор не обладала полномочиями в возбуждении уголовных дел по преступлениям, совершенным за пределами страны. С тех пор было возбуждено много больших уголовных дел, уменьшавшихся успехом. Я назову, например, процесс по концлагерю Аушвиц, Освенцем, но вместе с тем многие уголовные дела завершились неудовлетворительно. Рядовых стрелков и простых надзирателей не привлекали к ответственности, а привлекали вышестоящих командиров. Считалось, что рядовые стрелки исполняли приказы, отданные сверху. Все это изменилось только в 2011 году, когда благодаря деятельности центрального ведомства в Мюнхене было выдвинуто обвинение и вынесен приговор по делу Ивана Деменюка. Деменюк был простым надзирателем. Его дело послужило поводом для проведения перепроверки других концентрационных лагерей. Те, кто служил там, где заключенные не могли покинуть территорию лагеря и знал, что там происходит убийство, считаются пособником совершения этих убийств. Нами были переданы дела с результатами перепроверки концлагеря Аушвиц в прокуратуру. Одно из этих дел было по Оскору Грёнингу, бывшему надзирателю в концлагере Аушвиц. Впоследствии он был приговорен к четырем годам заключения. Деменюк подал кассационную жалобу, но скончался, не дождавшись решения по ней. Грёнинг тоже подал такую жалобу. Верховный суд ФРГ вынес по ней очень важные решения, которые имеют для нашей деятельности колоссальное значение. Своё решение Верховный суд обосновал тем, что служба в концлагере уже сама по себе является пособничеством в убийстве. Если надзирать, зная, что при этом в лагере происходит систематический убийство людей, тем не менее продолжает свою службу. Это очень важное решение, которое наконец-то было принято и стало новым масштабом в области уголовного права в Германии. Я сейчас вернусь к вашему вопросу. В 2016 году шли новые судебные разбирательства против бывших надзирателей концлагеря Аушвиц. В том же году в отношении одного из них был вынесен приговор пять лет тюремного заключения. Ни Оскара Грёнинга, ни надзирателя Ханнинга, это фамилия надзирателя по второму судебному процессу, сейчас уже нет в живых. В настоящее время нам не передано в прокуратуру ФРГ 20 открытых уголовных дел по бывшим надзирателям в концлагерях. Юстиция Германии десятилетиями накапливала опыт, который был как положительным, так и отрицательным. И сейчас я думаю, что мы подошли к тому уровню, где мы можем сказать, что с задачей, поставленной перед нами по раскрытию убийств, организованных на государственном уровне, мы также и по мнению жертв справляемся. Разумеется, я не могу оценить то, как обстоят дела в России. Но что касается Германии, то исходя из нашего опыта, мы считаем, что расследование преступлений нацистов должно быть продолжено. Я думаю, что так же считают и в России. Вы упоминали дело Ивана Демьянюка. В ходе этого дела сторона защиты неоднократно ставила под вопрос предъявляемые обвинением документы. Пытались сделать вид или доказать, что документы, представленные, не являются аутентичными. Какова вообще роль архивной документации в расследовании национал-социалистических преступлений? После войны прошло более полувека. Ситуация такова, что в концлагерях жертвы убиты, что выжившим были неизвестны имена убийц, что замешанные в этом, конечно же, уже имеют другой внешний облик по прошествии времени, и их трудны или даже невозможно узнать. Поэтому архивные документы здесь играют ключевую роль. Благодаря им мы можем установить время службы в концлагере, интересующего нас лица. Для этого нам необходимо просмотреть списки служивших там, поступивших, или переведенных сюда на службу, или же в другой лагерь. Списки служивших в ротах, больничные списки, списки выдачи патронов и тому подобное. И чем больше у нас в распоряжении находятся таких документов, тем полнее мы можем воссоздать картину, породу и времени службы подозреваемого. Разумеется, что подлинность документов должна быть установлена. Поэтому так важно для нас получить доступ и посмотреть все имеющиеся документы. Как историк я знаю, какая тяжелая работа разыскивать документы, касающиеся конкретных личностей периода Второй мировой войны. Архивы периода Второй мировой войны, прежде всего, германские архивы, сохранились частично, частично находятся в разных странах. И, например, у нас в России многое из германских документов до сих пор находятся на секретном хранении. Как обстоит дело с секретностью в германских архивах, касающихся проблематики национал-социализма? В Германии документы тогдашнего времени не засекречены. Если нам они необходимы, то мы получаем к ним доступ. Мы не историки и не исследователи, пытающиеся установить судьбу своих предков. Мы следственное ведомство. И к таким документам нам должен быть предоставлен доступ в соответствии с правовым положением. Если позволите, и, пожалуйста, не сочтите мои слова за критику, но в последние годы я много работал в российских архивах, в ГАРФе, в РГВА. В этих архивах мы получаем необходимые нам архивные материалы. Доступ же к документам, находящимся на хранении в архивах ФСБ и МВД, очень слежен, что в конечном счете приводит к тому, что в наших расследованиях отсутствуют доказательные материалы, которые могли бы там быть. Я не хочу критиковать, ведь положение дел здесь регулирует законодательство Российской Федерации, но я хочу подчеркнуть, что нам останется всего лишь несколько лет, когда мы еще можем ввести расследование преступлений нацистов с целью выявления и привлечения уголовной ответственности при частных лицах. После этого срока эти архивные документы будут интересны только историкам, а юстиции там не будет места. Это значит, что если в течение следующих пары лет мы так и не получим доступ к этим документам, то уголовное преследование больше не найдет здесь применение, так как для этого не будет больше никакой возможности. Я правильно понимаю, что закрытость архивов ФСБ, МВД прямо препятствует сейчас расследованию национал-социалистических преступлений? Затрудняет это расследование? Я никого не хочу обвинять. Я просто хочу сказать, что если в этих архивах имеются документы, которые нам неизвестны, то мы не можем ввести уголовное дело, в котором эти документы играют роль. В ряде государств существуют специальные ведомства, которые занимаются расследованием национал-социалистических преступлений. Например, такую деятельность ведет подразделение в составе Польского института национальной памяти. Как вообще выглядит сотрудничество, международное сотрудничество в области расследования национал-социалистических преступлений? Существует ли это сотрудничество? Мы работаем вместе с нашими международными партнерами. Мы в прошлом сотрудничали с разными международными институтами. Мы и в прошлом сотрудничали с разными международными институтами, занимавшимися преследованием нацистских преступников и прекратившие эту деятельность по разным причинам. Сотрудничество с Институтом национальной памяти Республики Польша у нас налажено, и мы поддерживаем связь. Институт национальной памяти Республики Польша сосредотачивается в своей деятельности не только на расследовании национал-социалистов, членов национал-социалистической партии, СС, других организаций, но и расследует преступления, совершенные коллаборационистами, пособниками нацистов. Происходит ли такая тематика расследований, характерна ли для Центрального ведомства Министерства юстиции Земель ФРГ? Деятельность Центрального ведомства направлена исключительно на расследование преступлений, совершенных во времена национал-социализма. Со своей стороны я могу только пожалеть, что у нас в России нет такого ведомства, которое бы действовало с 50-х годов и до настоящего времени, и последовательно на протяжении долгих десятилетий расследовало преступления, совершенные в годы Второй мировой войны национал-социалистами и их пособниками. К сожалению, на мой взгляд, я в отличие от вас имею право и имею возможность критиковать страну, гражданином которой я являюсь, на мой взгляд, у нас дело здесь обстоит не лучшим образом, и только в последние годы мы видим, что интерес государства к расследованию национал-социалистических преступлений возникает. Я хочу вас поблагодарить за ту деятельность, о которой вы сейчас рассказывали. Это чрезвычайно важно далеко не только для Германии, для нашей страны, для России это еще более важно. Я надеюсь, что однажды, может быть, ситуация изменится и из России деятельность вашего ведомства будет получать большую поддержку и доступ к архивным документам для вашего ведомства окажется более простым. Как это, собственно, и должно быть? Я тоже благодарю вас за разговор. И хотел бы подчеркнуть, что времени для деятельности моего ведомства осталось очень мало. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...